Сейчас уже почти 3... Ой, нет, уже 3 часа, скоро будет 4, и мы поедем на ногти. Вот мама записалась на ногти, и маме будут делать ногти. Я поеду вместе с ней, поснимаю, потому что мне очень интересно. Плюс ещё у этого мастера есть много разных штампиков, с которыми он умеет обращаться, поэтому я, возможно, себе на следующий раз посмотрю что-то и, возможно, к этому мастеру запишусь, если этот мастер сделает классно, маме понравится, ну и тогда я сделаю себе. Тот мастер, к которому я ходила, я больше ходить не буду. Мне не понравилось. Я к нему один раз пришла, и всё, и до свидания. Что не понравилось-то? Мне не понравилось то, что мне коцнули ноготь, ну не ноготь, а кутикул. Короче, поранили мне пальчик. До сих пор коричневая. Ужас. И там чуть-чуть посаливали топом. Мама думает, что это, возможно, не понедочищали. И плюс ещё покрытие сделали такое, что у меня коцнуто уже два пальца. У меня никогда такого не было, чтобы вы понимали. У меня всегда было всё хорошо. Когда я ходила в магазин за средствами для ногтей, я сразу просила, чтобы мне давали качественное, потому что, ну, если некачественное, то зачем его вообще брать? И по итогу у меня сейчас, поскольку покрытие было некачественное, ну, материалы были некачественными, у меня здесь откол, я его вам чуть позже покажу поближе, и вот здесь вот тоже откол или не откол. Ну, короче, там всё плохо. Мне не нравится. Лопнул ноготь? Нет, ну, с ногтем у меня всё прекрасно. У меня просто сверху покрытие пошкрябанное, или я не знаю, как сказать. Вот мои прекрасные рученьки, а вот ногтики. Смотрите, здесь, сейчас зафиксируюсь как-то. Вот, видите, это от кул, наверное, или царапина. Но смысл в том, что покрытие теперь неровное. И на большом пальце там вообще всё плохо. Видите, это ужас, кошмарный. Мне не нравится. Ещё к одному мастеру я записалась на пятикюр на 30-е число, чтобы в школу прийти вся такая красивая. Ну, и попробую этого мастера, может мне понравиться, и я к нему буду ходить и дальше. Ребята, мы приехали в магазин, и я себе уже где-то недели-две назад писала чек-лист. И на этот чек-лист мне как раз-таки и пришли деньги, и сейчас я куплю то, что я собиралась. Ну, во-первых, здесь я хочу попытаться найти тот гиль для душ, который я просто обожаю. Он оранжевого цвета, безумно вкусно пахнет. И вот я не знаю, будет он здесь или нет. Ещё то, что мне нужно будет, я его здесь не вижу. А ты понюхом, может тебе другие какие-то понравятся? Нет, я тут просто обожаю. Я от него просим, мне он нужен. Ещё я хотела себе взять шампунь, потому что тот шампунь, который, как у мамы, он мне не подходит, он мне не нравится. Так что сейчас будем нюхать разные шампуни. Нет, тут есть красивая гиль для душа. Смотри, какие прикольные. Гиль для душа, аюзи и фейхуа. Юзи. Пахнет странно, как-то травянисто пахнет, очень вкусно. Дальше. Гуава и клубника. Ну, это самая красивая баночка, ребят, ну, просто. Пахнет клубникой, йогуртом прямо. Вот именно йогурт, понюхай. А, кайф, йогурт. Да, класс. Так, ещё здесь есть что-то оранжевое, цитрус и базилик. Ну, ты любишь мандаринки. Да. Вот базилик я больше люблю в хлебцах. Нет. Это что-то такое новогоднее. Напоминает ёлку с апельсином. Ёлку с апельсином. Да. Это кокос и... Ой, что это кокос. Ты кокос любишь тоже. Кумкват. Пахнет приятно, чем-то знакомым. Вот что-то такое, был тоже вкус у чего-то, я не знаю. Оно прямо такое слишком-слишком сладкое. Просто в этом магазине очень хорошие цены, прям как в ленте. Бананы личи. Пахнет тем бананом, как мне слайм когда-то присылали пару лет назад. Упаковки красивые, но мне запах нравится именно на того келя для душа. Что-то похоже. А, нет, это фа. Фа я уже всё перепробовала, мне... Ну, как перепробовала, я его всё перенюхала, мне не понравилось. Может, вот эти? Вот эти? Угу. У них такие благородные запахи должны быть. Это камы. Да. Вот это, как у тебя мыло прямо пахнет. Да? Да. А, ну так оно же и есть с розой. Да, класс. Ммм, что-то такое тоже было, но у бабушки такое что-то было, у неё так что-то пахло. У нашей, помнишь? Угу. Так, ещё что-то купаж цветочных масел. Ммм, вот это тебе прямо понравится. Я хочу тот именно самый для душа. Нет. А, да, ладно, давай тогда найдём шампунь, потому что, как бы, ну, шампунь мне тоже нужен. Ну, смотри, съёлся есть, я их когда-то пробовала, только они в другой упаковке были. Так, с экстрактом водяной лилии, бальзам для повреждённых волос. Это бальзам, это шампунь, и тут ещё тоже бальзам есть с экстрактом женшень. Пахнет странно. Ну, ладно, давай я его попробую в этот раз, потому что... И там ещё внизу вон есть просто обычные шампуни. А, чистая линия. Чистая линия, кстати, она неплохая. Да, я хотела их попробовать, но как-то... Ой, слушай, их так много здесь. Они все разные. У нас от чистой линии, я помню, было с берёзой что-то. Это было давным-давно. Вот оно вроде как хорошо было, но я не помню. Честно тебе скажу, ты любишь обыкновенные, которые, типа, без добавок, без всяких, не загрязняют голову. Мне кажется, такое будет намного интереснее. Потому что все вот эти вот салоны, которые ты себе взяла, дорогой там, уходовый, они будут все с добавками, ну, немножко жирнится. Просто, может, из этих что-то выберешь. Шелковица для идеальных волос, а как это мицеллярный мягкий шампунь? Мицеллярный? Ну, мицеллярка очищает у нас. Мы же себе берём мицеллярку. Интересно, а что, и тут ещё есть? Тоже мицеллярный шампунь. Слушай, интересно. Это с гранатом. Хорошо. Сила и густота волос. Без силиконов. И вон, смотри, что там. Укрепляющий. И с медом, с молоком, ещё что-то такое. Это... Гиалурон. Это с этим увлажнением должен быть. А, не, мне увлажнять не надо. У меня тот шампунь, который ты брала, он тоже увлажнение. Мне что-то как-то не понравилось. Ну, это целом. Так, и густота волос. Это тоже. Я хочу попробовать вот этот мягкий мицеллярный. Стоп, а там нету ничего такого, как в мицеллярке, помнишь? Лицо щипало. Ты думаешь, голову будет щипать? Алис, ну, там цена вопроса 80 рублей. А, ну, отлично, тогда берём. Ну, сама смотри, ты можешь перенюхать. Просто вот эти все, которые там... Я вот боюсь, что они будут загрязнять. Понтины, давы, они будут загрязнять голову. Вот, поэтому я не буду. Тут что-то красивое есть. Это фруктиз. А. Они всегда были красивыми. Слушай, а от фруктиза, наверное, есть ещё и гели для душа, поэтому они могут вкусно пахнуть. Потому что фруктиз вкусно пахнет. Так, тут есть дав, дав мне не нравится. А, нет, у меня вот такой вот был. Он очень вкусно пахнет. Если кому интересно, мне он очень понравился. Это с абрикосом. Крем и абрикос. Так ты попробуй, может, тебе какой-то понравится. Мне именно нравится что-то такое абрикосово-папаево-персиковое. Крем-карамболь. Нет? По моим детствам вообще, блин, у меня такое было от этого, от принцессы. От принцессы у меня такое было. Оно просто очень круто пахнет. Я уже не знаю, я потерялась. А ты понюхай ещё пару штук, ты ещё больше потеряешься. Оно просто очень себе сладкое, вот это. Мне не нравится. А это, я не знаю, я немножко отвыкла от таких запахов, но кофейное немножко. Вот такой. Рост кошмас. Нет, это как остальные. Цветочки, цветочки, тоже цветочки будут. Такой тебе очень понравится, понюхай. Ну я не за гелем для душа пришла. Да. Так. А что это такое? Это крем и апельсин. Да. Сейчас понюхаем, как пахнет. Апельсинкой пахнет, но не такой, как я люблю. Не синтетическая апельсинка, а натуральная. А вон ещё, смотри, наверху тоже с дозатором. Очень удобные, мне нравятся такие флаконы. Нет, это у меня не за таких. Смотри, это типа... Что это? Это типа мохито, да? Ну давай мохито. Это был такой ход. Типа мохито в баночке. Зато дозатор классный. Пахнет мохито. Но мне кажется, это больше мальчикам понравится такое. Мохито? Да. Ну ты знаешь, что судя по тому, как на полке заполнено, он больше типулярностью. Здесь ещё вот дочком какой-то фиолетовый. Вон смотри, фиолетовый какой-то. А, ну да, логично. Конечно. Ладно. Так, пришли за одним, выхожу я походу с другим. Это пахнет детством, но мне не сильно в последнее время нравятся всякие капучинки. Раньше я любила капучинки, а сейчас мне ни кофе, ни капучино не нравятся. Мне кофе никогда не нравилось. Так что, нет, это моё детство, но ставим его в детстве. А вот это вот сейчас... Йогурт. Нет, это тоже моё какое-то детство, потому что я в детстве очень любила клубнику. Так что, нет, что-нибудь другое. Типа ты выросла? Да. С травами. С травами у нас какой-то такой шампунь был по запаху. Алиса 10 минут выбирает себе шампунь и гиря душа. Хотя, знаешь, он красивый, я его всё равно не смею. Алиса, он стоит 135 рублей. Я думаю, ты себе можешь позволить. А, ну вот. Всё. И, так, и теперь ещё мне нужно мыло. Ты хотела мочалку для геля для душа, это раз. Да, да, да. Да, сейчас пойдём. Они тут красивые тоже. Да, да, сто процентов. Ещё ты хотела себе мыло. Что это такое? Оно что-то... Это... Мини-гель. В смысле? В смысле, там написано мини-гель. А, это, типа, для запаха. Ой, те штуки какие-то тоже вонючкие. У нас такая стоит. По хучке. Что же ты их обзываешь? Потому что у меня от них голова болит. Вот. Так что я взяла себе вот такой шампунь и вот такой гель для душа. Идём, идём, идём. И теперь мы идём с мочалками. Да, идём. Алиса, не проходим этот ряд. Нет? Нет, не проходим. Ты забыла вот эту штуку себе взять. Я думала не показывать, но ладно. Да ладно тебе. Вот. И... И всё. Детский синий. Лёгкое расчёсывание. Я уверена, что оно пахнет точно так же, как и раньше. Нет, они меняли раньше запахи. Да? Сейчас понюхаем. Нашла маленькую фею, да? Нет, ну теперь розой пахнет. Ну, ужас. И выросли, пахнут розой. Да, раньше они фруктами пахли. И теперь они какие-то анимешные. Ужас. В моём детстве были. Идём, не теряемся. Что ты хотела? Это детская уже. Пойдём, пойдём. Я не теряю. Детская, пойдём. Ладно. Так. В канцелярии я вижу, что ничего не изменилось. Зато эти коробочки. Помнишь их? Да, классно. Вот. И ещё есть розы. Наша любовь к коробочкам. У тебя мочалки слева вот здесь, да. Мочалки слева. Здесь получается сиреневая. Есть голубо-белая. Вон зелёная в углу, там, вот там, в углу. Не, я не хочу зелёную. Не хочешь зелёную? Я хочу розу. О, ты господи. А у вас есть розовые мочалки? Для душа. Срубина? Да. Нет. Ну, жаль. По-моему, нет. Тут есть ещё... Нет, это, получается, все цвета. Там ещё есть однотонно-жёлтый, однотонно-белый, однотонно-какая-то бордово-красная. Угу. Ты будешь вот эти брать? Они розовые. Нет, что-то я не хочу сейчас перчатками мыться. Я... Какая прелесть. Тебе надо, чтобы пенилась. Ну, что, что такая-то вредная. Смотри, как много мочалок. Я хочу розовый. Смотри, вот это розовый, но это не подходит. А нет, вот это какая-то... А, нет. Смотри, она красивая, она белая такая. Белая с добавлением сюда. Она разноцветная. Но нет, я не такого хочу. А хочу просто розовый. Тогда в другом месте. У вас всё-таки нет розовых? Нет розовых, нету. Привезут розовые. Не переживай. Ты ещё хотела консилер взять. А, точно, пойдём. Вот здесь он. Что-то новое. BB хайлайтер. BB хайлайтер с тонирующим эффектом. Ух ты. Корректирующий праймер под макияж голубой. Голубой, да. Праймер под макияж зелёный. Интересно. Так, у тебя вот такой, по-моему, консилер. У меня 01. Ну ещё 01. 01. Вот он. Вот. Это 01. И мне интересно, что это. BB для лица. Фотошоп эффект. BB крем. Маленький. Красивый. Их тут ещё много. Это тестер. Я понимаю, там ещё дальше не тестеры. Так давай тестер посмотрим. Посмотри, какой он. Смотри, если это тестер, его можно на руку. Дай попробовать. Так, это я туда пока положу. Так. Видите? А, он прямо такой очень плотный. Плотный? Очень плотный. И поэтому он хорошо перекрывает. И поэтому будет такой эффект фотошопа на лице. Ничего не видно. Всё, что не нужно, не будет видно. Так, я хочу вот этот, который хайлайтер. Он такого красивого цвета, да ещё и блестященький. Действительно красивый, покажи. Вот. Он немного переливается. Не сильно видно, но переливается. И он, видишь, по сравнению с этим, прям такой тоненький-тоненький слой делает. Угу. Ты уже тут всё взяла, что могла. Так. И теперь мат-крем для лица. Эксперт надовости. Так. Ещё у меня вот такая вот помада, она потекла. Она мне нравится. Я пока хожу, просто разглядываю. Вот. В следующий раз запишу, куплю. Тут ещё я нашла какой-то интенсивный уход крем-сос за повреждённые кутикулы. Интересно. Тут он последний, кстати, остался, прикинь. Это типа масло, видишь, здесь маслечка есть. Да, тут разливая маслечка. А есть ещё бутылок-крем. Ещё какая-то маслечка классная. Так. Тут я вижу что-то розовое, розовое. Это... Сейчас, почитаем, что это. Это подводка. Это подводка. Но она не розовая будет, это просто упаковка розовая. Да. Но она красивая. Ааа, ну уж. Красивая же, красивая. У тебя вот эта вот, по-моему, которая такая бочоночка. У меня бочоночка ещё твоя. Я вспомнила, что мне нужны салфетки. Кстати, цена тоже, смотри, 70 рублей 120 штук. Аура. Влажная для всей семьи. С этим к реальным эффектам. Серьёзно? Вот, да. Вот эти вот, да. Вот эти берём. Берём. Да. А тут детские уже, венди-берозовые. Что? Ещё мне нужны салфетки, которые сухие. Салфетки, которые влажные. И тебе, и мне, получается, по пачке таких салфеток. Потому что, ну, там казус у тебя произошёл из-за меня. А здесь ещё мне нужны такие салфетки. Вот. Получается, мы берём тогда две пачки. И ещё я ищу салфетки, которые будут небольшие. Небольшие. Маленькие. Да. А тебе лимон нравится? Ну, ну, лимон не нравится, но тут других, походу, нет. Почему? А, это бумага. Влажная туалетная бумага. Это всё туалетная бумага. Всё понятно. Ну, так, лимон только есть. По 10 рублей. Лимоны. Я в другом месте возьму. Хорошо. Всё? Сухие салфетки. Тут, походу, влажные. А, подожди. Тебе пачка нужна? Маленькие. Тоже, они очень красивые. И тут от органики, чем тоже. У меня с ЖЖБА меня от него посыпало, блин. Да? Да, так что нет. Пойдём на кассу. Так, дай им к мастеру. Пойдём, пойдём. Да, у меня тоже что-то красивое. Ладно, пойдём. Давай, туда. Я скупилили пилками, да? Нет. Аппаратом? У меня аппарат. У меня, короче, всё есть. Я во время карантина купила. Потом, да, ну, нафиг уже. Я поняла. Ясненько. А там? Угу. Ха-ра-кшо. Да я бы не сказала. О, тискисуля. Он пришёл сюда. Он такой плюшевый. Ну... Не-не-не, кот вообще дикий. Блин, я иду не облизываю. Не надо плюшевать. Какая плюшевая, надо же. Давай договоримся, ты не будешь в меня лизать. Нравится. Прорывай. Остатки роскоши. Так, конечно. Глаза такие зелёные. Что ж тебя так интересуют мои ноги-то? Порванными сухожилиями приходили. Вот он, палец не сгибался вот так вот. И мне неправильно его в руках было держать. Чё-то с чем только они приходили. Особенно вот дверь машины. Это вот прям стабильность. Могтики будут яркие, малинового цвета. Мама его сразу выбрала. Ещё до того, как она сюда пришла, она уже знала, каким цветом накрасить. И точно знала, что он здесь есть. Кстати, этот мастер умеет делать разные рисунки и дизайны. Мне тут много чего понравилось. Всё такое яркое, красивое. И тут даже то, что можно сделать в школу. Думаю, я сюда ещё вернусь. Тут ещё френч есть разных цветов. Вот такие яркие получились ноготочки. Мам, как тебе? Класс вообще. Мой любимый цвет, да? Ну, друг не видно. Все счастливы. Да. Вот. И сейчас поедем домой. Зайхали мы в магазин. И нашли мы тот самый дневник с хомяком. Тебе надо хомяка? Классный хомяк. Но мне больше нравились другие хомяки. Мне больше всего понравился хомяк, который играет на фруктах. К сожалению, его тут нет. Как я поняла. Ещё появилась новая серия с дневниками-сламами. Этот дневник вам мы уже показывали. Ещё есть какая-то мышка. Зайчик появился. Вот такой красивый. Вот. Ну и всё. Тут до сих пор есть мой любимый ёж. А это что? Вы вроде за хлебушком пустыли. Да. Пойдём? Я не вижу хлеба. Где хлеб? Хлеб там. А, всё отлично. Вот. Блин, пахнет так вкусно. Потому что мы не ели. Ну что, мы уже приехали домой. Сделала я покупочки, которые мне очень приятны. Мама сделала себе ногтики. Покажи ногтики. Так мы уже показывали в предыдущем кадре. Ничего страшного. Они красивые. Ты тоже так что покажи ещё раз. Вот. Вот. Ногтики. Ну и, короче, все остались счастливы. Сейчас я очень хочу уже попить водички, помыться и лечь спать. Ну и пока мы ездили на ногти, папа тут устроил разгром. У нас тут теперь ремонт ванной. И будет папа делать ванну. Кот тоже счастлив, что мы приехали. Ну что, мы покушаем? А, ну да, покушать пора бы. Я вот не знаю, сегодня смотреть мы будем что-то или нет. Потому что, ну как бы, я очень устала. Это странно. Ну и вот такое получилось видео. Если оно вам понравилось, обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на наш канал. Мы всех очень любим. Целуем всем. Изи пока. Субтитры сделал DimaTorzok